физкульт привет друзья и ученики просто случайный зритель еду с тренировки и чтобы не терять время попусту отвечаю на очередной присланный вами вопрос видно что вопрос задала девушка которая не смотрит мои ролики не читает статьи вопрос звучит следующим образом сколько по времени отдыхать между упражнениями и подходами когда тренируешься на силу на массу на выносливость или на рельеф тот кто постоянно следит за моими рекомендациями сразу уловил ошибку во первых в том контексте в котором задается вопрос тренировок на рельеф не существует вы это прекрасно знаете на похудение на рельеф можно только грамотно питаться потому что как бы вы хорошо не тренировались с какой бы сумасшедшей интенсивностью при неправильном режиме питания при безалаберном подходе к вашему рациону вы никогда не достигнете своих целей что касается отдыха между упражнениями и подходами если мы с вами не говорим о тренировке на окислительные мышечные волокна или на выносливость что в принципе чаще всего одно и то же когда мы четко ограничены временем под нагрузкой и таким же временем отдыха между нагрузками это от 30 до 60 секунд если 40 секунд находишься к примеру под нагрузкой то ровно столько же секунд ты должен отдыхать все что касается всего остального как бы вы не тренировались самым правильным будет ориентироваться на восстановление вашего дыхания как только вы почувствовали что дыхание восстановилась сердце перестала сумасшедшая колотиться груди выпрыгивать из груди это значит что пора и следует переходить к следующему подходу что касается упражнений то здесь в принципе то же самое обычно чтобы разгрузить тренажер перейти к другому тренажеру условно гантелям штанги вам как раз таки понадобится где-то 2 5 минут когда вы тренируетесь на силу работаете с около предельными весами на 35 повторений то отдыхать иногда придется и по 10 минут то же самое для меня гораздо кстати сложнее когда приходится приседать на 20 повторений или больше здесь у меня сердце просто вылетает из груди и я иногда отдыхаю по 10 минут ориентируюсь я как вы поняли только на дыхание если я почувствовал что я отдохну уже через 30-40 секунд то я приступаю следующему подход если же я чувствую что мне не хватает времени смело добавляю по часам не ориентируюсь ориентируюсь по часам только как говорил выше когда тренирую окислительные мышечные волокна до тренирую выносливость что и вам рекомендую потому что большинство людей следя по часам к примеру есть рекомендация отдыхать там полторы минуты до и вот они следят четко но если ты не основе не восстановился и у тебя сердце выпрыгивает из груди смысл подходить к следующему упражнению бодибилдинг как и пауэрлифтинг вообще силовые виды спорта это не аэробика друзья нам не нужно как говорил дориан яд прыгать от тренажера к тренажеру это кроссфит это дебилизм на самом деле таким образом мы только-только ухудшаем свое здоровье увеличиваем левый желудочек сердце и ничего хорошего от этого нет можно даже умереть потому что при очень серьезных интенсивных нагрузках могут и это часто происходит отщепляться маленькие мышечные волокна подают кровоток и это может привести к серьезным даже летальным последствиям чего я никому естественно не рекомендую так что сильно не грузитесь временем отдыха ориентируйтесь на свое состояние и еще чаще всего люди перетренировываются делая очень много разминочных подходов потом еще 35 рабочих подходов я в основном тренируюсь всегда делая один рабочий подход по-настоящему рабочий тяжелый и все предыдущие предваряющие этот подход подходы у меня носят более лайтовый характер если вы на разминке убиваетесь то вы не сможете поработать с действительно серьезным весом на который способны а значит и отдача от вашего грамотного рабочего подхода будет не такой полноценной которой могла бы быть следите за этим ну что друзья надеюсь я ответил на этот вопрос развернуто ставьте лайк делитесь обязательно этим видео в своих соц сетях если что-то не нравилось смело ставьте дизлайк но обязательно напишите комментарий что не понравилось с чем вы не согласны мне интересно знать не просто когда человек поставил дизлайк написал примера это все херня ну таких людей даже не воспринимаю а люди которые могут грамотно обосновать свою точку зрения с такими людьми интересно подискутировать может быть я действительно тоже в чем-то ошибаюсь мы не можем быть всегда постоянно правы а как еще находить свои ошибки как развиваться если не рассматривать вопрос с разных углов с разных точек зрения что вам и советую не только в тренировках но и любой жизненной ситуации всем пока увидимся в тренажерном зале